Всем привет! С вами Наталья Мичуковский. Мы снова что-то делаем в фотошопе. И сегодня мы будем заниматься опять светокоррекцией. И в данном видео я покажу как можно очень быстро и очень эффектно перекрасить как минимум небо на фотографии, а также в принципе менять цветовой баланс вашего изображения. Так, у меня есть фотография. Для начала мы с вами возьмем корректирующий слой цвет и выберем вот красный. Цвет может быть любой, но пока красный. Дальше двойной клик по слою и здесь мы находим вот такой вот блок, где у нас есть ниже лежащий слой. И мы вырезаем наш красный цвет со всех черных участков, то есть оставляя их только в светлых. Дальше зажимаем alt, кликаем вот на это треугольничество разделить и доводим все до идеала. Примерно вот таким образом. В любой момент это можно все конечно же откорректировать. Нажимаем ok и теперь меняем режим наложения. Это может быть либо перекрытие, либо мягкий свет. Как видите перекрытие оно более так сказать насыщенно ярко, а мягкий свет более плавный. В зависимости от вашей фотографии вы выбираете тот или иной режим наложения. Я выбираю перекрытие, мне нравится, очень хорошо. Добавим сюда еще цвета желтый, например, или оранжевый, или оранжево-желтый. Наверное ближе к оранжевому. Вот такой. Окей. Та же процедура. И опять режим наложения меняем. Если у вас какой-то цвет слишком насыщенный или слишком яркий, мы можем это подкорректировать. Конечно же не прозрачность. Уменьшая ее либо увеличивать. Тем самым меняя цветовой тон нашего изображения. Также я хочу подкрасить зеленую траву, так как у нас в данный момент времени, если мы уберем наши слои, небо у нас прокрасилось. А вот передний план, то есть деревья и трава, остались тусклыми. А я хочу яркую насыщенную картинку. Поэтому берем критический слой цвет и выбираем уже зеленый оттенок. Какой-нибудь вот такой. Окей. И теперь двойной клик мы вырезаем не темные участки, а соответственно светлый. Двигаем вот этот белый ползуночек. Также при помощи альта разделяем и корректируем нашу зону темных полей. Примерно вот таким образом. Нажимаем ОК и режим наложения меняем также на перекрытие. И вот здесь у нас получился слишком ядовитый зеленый цвет, поэтому я его непрозрачность немножко подрежу, чтобы он был более натуральным. Есть. И в конце добавим, корректирую свой кривые. Немножечко контрастном поиграемся. Вот таким образом. Далее все вот эти слой можем собрать в группу. И при необходимости можем корректировать уже непрозрачность самой группы. Меняя эффект в зависимости от желаемого результата. Я здесь поставлю где-то прозрачность 90, чтобы это выглядело чуть более естественно. И давайте посмотрим, что же у нас изменилось. Наше первоначальное изображение в принципе хорошая красивая фотография, но она не достаточно насыщенная и не такая уж яркая. После наших манипуляций изображение стало ярким, насыщенным и гораздо более интересным. Надеюсь данное видео вам понравилось. Так не забываем поставить лайк и написать об этом в комментариях. В описании под видео вы как обычно найдете ссылки на полезные видео уроки, а также ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего на канале. Ну а с вами был Виталий Мечуковский. Мы встретимся уже в следующем видео. Всем пока!